Ну что ж, сегодня мы с вами поговорим про наш идеальный день, а именно про то, как составить рассказ на английском языке и не допустить ошибок. Мы постараемся с вами разобрать все основные моменты и также потренируемся на типовых упражнениях. Ну что ж, давайте приступать. Сначала повторим то, что у нас было до этого, а именно немного теории. Мы говорили про то, из каких частей должен состоять рассказ о нашем идеальном дне. То есть мы продумываем сначала про то, что мы делаем утром, днем и вечером. Не забываем про предлоги правильные. In the morning, in the afternoon, in the evening, если хотите рассказать про поздний вечер или ночь, используем at night. После того, как вы продумали все действия и то, что с вами происходит, вы переходите непосредственно к самим предложениям. Для того, чтобы составить предложение, вы можете обращаться к таким словам, как who, what, when, how, why и так далее. Все эти вопросы помогут вам продумать логический и интересный рассказ. Дальше, когда мы пишем непосредственно самим предложением, мы имеем в виду то время, которое нам нужно будет использовать при составлении этих предложений, а именно present simple. Present simple — это простое настоящее время. Оно используется для обозначения повторяющихся действий, как раз то, что нам нужно. Давайте посмотрим на начало некоторых предложений, которые я для вас здесь записала. Я просыпаюсь в семь. Мы встречаемся в девять. Она рассказывает о своей работе. Все эти предложения написаны в простом настоящем времени. И также мы используем слова, которые помогают нам составить рассказ. Слова-связки, такие как and, then, after that, when, before. Часто мы забываем про эти слова, потому что они небольшие, и пишем предложение одно за другим. Но этого не стоит делать, так как часто можно потеряться в рассказе и забыть, что за чем шло, в каком порядке происходили события. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте их, а используйте в своем рассказе. Вот для того, чтобы лучше запомнить эти слова-связки, давайте с вами сделаем сейчас упражнение. У нас есть два предложения, которые, допустим, написал какой-то ученик до нас, и мы хотим исправить эти предложения, добавив как раз-таки наши слова-связки, которые нам помогают составить рассказ и сделать его более интересным, более логичным. Давайте посмотрим на первый пример. On Saturdays I meet my friends for coffee. We go to the cinema. Что мы видим? Во-первых, мы видим два предложения, видим, когда это происходит действие, да, on Saturdays, по субботам. И видим два события. Я встречаюсь со своими друзьями на кофе, и второе событие – мы идем в кино. Какие слова здесь можно использовать? Можно использовать слово-связку and, да, что получится. On Saturdays I meet my friends for coffee and we go to the cinema. И мы идем в кино. Скорее всего, будет понятно, что одно событие идет за другим, что сначала мы пьем кофе, потом идем в кино. Но, в принципе, здесь фокус не на последовательности, а фокус именно на том, что эти два события происходят по субботам. Да, поэтому тут не очень важна именно линейность событий. Важно, скорее, их наличие. Какие еще можно использовать слова-связки здесь? Можно использовать then. On Saturdays I meet my friends for coffee, then we go to the cinema. По субботам я встречаюсь с друзьями на кофе, а после этого мы идем в кино. И здесь как раз мы уже показываем, что сначала мы встречаемся, а потом идем в кино. Давайте попробуем поменять порядок предложений и использовать after that. Посмотрим, что получится. On Saturdays I meet my friends for coffee, and after that we go to the cinema. И после этого мы идем в кино. И здесь мы хотим показать то, что после завершения встречи, только после этого мы идем в кино. После того, как все наши друзья встретились, после мы как раз идем в кино. Давайте посмотрим на второй пример. She has breakfast. She leaves for school. Она завтракает. Она уходит в школу. Глагол leave, уходить. Обратите внимание на предлог, который здесь используется. Leave for. Уходит куда-то, когда мы говорим куда именно. Мы используем leave for school. Когда мы говорим откуда мы уходим, мы не используем предлог. Например, he left school. Он ушел из школы. Когда мы понимаем, что здесь человек ушел из школы куда-то еще. Поэтому предлоги сразу напоминаем, так как их нужно будет куда-нибудь выписать и использовать в дальнейшем правильно. Поэтому, пожалуйста, всегда обращать на них внимание. Какие здесь можно использовать слова-связки? Например, давайте попробуем использовать связку then снова. Она завтракает, и после этого она уходит в школу. И здесь важно, что она сначала позавтракает, закончит свой завтрак, и только после этого она идет в школу. Или другой вариант. After that. Она завтракает, и после этого она идет в школу. Они взаимозаменяемы, поэтому, в принципе, можно использовать как одно, так и другое. Можно использовать слово-связку before. Она завтракает до того, как она идет в школу. Здесь та же самая последовательность событий, только связка другая before. Можно использовать и то, и то. Давайте посмотрим на третий пример. По воскресеньям у нас семейный ужин. Мы смотрим кино. Также хотела обратить ваше внимание на форму Sundays с окончанием s, потому что это не какое-то одно определенное воскресенье, а несколько воскресеньев, скорее всего, это какая-то семейная традиция. Поэтому здесь мы используем множественное число. Можно использовать также другие дни недели аналогичным образом. On Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays и так далее. Какие связки здесь можно использовать? On Sundays we have a family dinner and we watch a movie. По воскресеньям у нас семейный обед, и мы смотрим кино. Просто и. Мы показываем, что эти два события происходят именно в воскресенье. On Sundays we have a family dinner, then we watch a movie. По воскресеньям у нас семейный обед, и после этого мы смотрим кино. Здесь опять мы показываем, что одно событие предшествовало другому при помощи then, или при помощи after that. То же самое. On Sundays we have a family dinner, after that we watch a movie. Четвертый пример. I get up, the alarm clock rings. Я встаю. I get up. Да не путайте get up и wake up. Wake up именно просыпаться. Get up уже вставать с кровати. Alarm clock rings. Alarm clock. Кто помнит, тот молодец. Это будильник. И ring, глагол звонить. Почему же у него окончание s? Тоже вспоминаем. Это настоящее простое время. Rings. Здесь, скорее всего, мое предположение, что эти два события происходят практически в одно и то же время. Человек просыпается, когда звонит будильник. Поэтому здесь мы будем использовать связку when. Давайте ради разнообразия попробуем и ее тоже. Почему нет? I get up when the alarm clock rings. Я встаю, когда звонит будильник. А when используем when. Можно переставить предложение местами. Мы получим тогда when the alarm clock rings, I get up. Когда будильник звонит, я встаю. Когда вы ставите слово-связку when в начале предложения, не забывайте про запятую. Это касается всех остальных слов-связок, кроме and. И последний пример, пятый. She has a bath. She gets stressed. She has a bath. Она принимает ванну. She gets stressed. Она одевается. Подумаем, какое событие предшествует какому. И, скорее всего, она сначала принимает ванну, а потом уже одевается. Поэтому будем использовать before. She has a bath before she gets stressed. Она принимает ванну до того, как она одевается. Вот таким образом мы используем слова-связки в английском языке для нашего рассказа. Теперь постарайтесь написать рассказ про ваш идеальный день. Обращайте внимание на все пункты, про которые я вам рассказала. Следуйте логике выполнения задания, и у вас получится прекрасный рассказ. Обязательно поделитесь им со своим другом, который тоже учит английский язык. Сравните ваши идеальные дни и постарайтесь его обсудить друг с другом. Желательно на английском. Спасибо, что посмотрели. Всего хорошего. До свидания.